Что нам известно о нашей системе? В ней есть 8 планет, звезда и много объектов, увидеть которые не так просто. Но что если рядом с нами существует еще кое-что, заслуживающее пристального внимания? Например, карликовая планета, масса которой занимает треть массы всего пояса астероидов. Объект, обладающий такими характеристиками, называется Церера, и до подробного анализа Гигеи он представляет из себя наименьшую карликовую планету в Солнечной системе. Церера была открыта еще в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пиаци, и долгое время ее рассматривали как полноценную планету в системе. Однако в 2006 году небесное тело окончательно классифицировали, как карликовую планету. При диаметре около 950 километров Церера является крупнейшим и наиболее массивным телом в поясе астероидов. По размерам она также превосходит многие спутники планет-гигантов. Например, диаметр Энцелады почти в два раза меньше и равняется 504 километрам. Масса Цереры составляет почти 32% от общей массы пояса астероидов. Определить ее удалось с помощью анализа влияния объекта на другие меньшие тела в поясе. Принимается во внимание три наиболее точных значения, измеренных к 2008 году. Считается, что масса Цереры равняется этому числу – 9,4 на 10 в 20 степени. Или 1,3% от массы Луны, что почти в 6000 раз меньше массы нашей планеты. Несмотря на то, что Церера примерно в 3,5 раза меньше Луны, разницу в их массе можно объяснить различным составом, так как спутник Земли состоит преимущественно из твердых горных пород. Форма Цереры, в отличие от большинства других малых тел, сферическая. А приобрела она ее благодаря влиянию собственной гравитации. Этим Церера отличается от других крупных астероидов, вроде паллады или юноны, которые имеют несферическую форму. Площадь поверхности объекта равняется 2,849,631 квадратному километру, что для сравнения превышает площадь всего Красноярского края и чуть больше, чем площадь Аргентины. В отличие от большинства астероидов, на Церере после приобретения сферической формы началась гравитационная дифференциация недр. То есть процесс, при котором более тяжелые породы переместились в центральную часть, а более легкие сформировали поверхностный слой. Таким образом, у Цереры появилось каменное ядро и криомантия из водяного льда. Толщина этой мантии достигает 100 километров и занимает 23-28% массы и 50% объема объекта. Кроме того, она содержит около 200 миллионов кубических километров воды в виде льда, что превосходит количество пресной воды на Земле. Если же говорить о процессе формирования карликовой планеты, то можно предположить, что на начальном этапе существования ядро Цереры могло разогреваться за счет радиоактивного распада. И, возможно, какая-то часть ледяной мантии тогда находилась в жидком состоянии. По всей видимости, значительная часть поверхности и сейчас покрыта льдом или некой разновидностью ледяного реголита. Также остается открытым вопрос о наличии на Церерии криовулканизма. Например, самая большая гора Цереры-Ахуна по результатам обработки данных зонда Доун является ледяным криовулканом. А значит, карликовая планета была геологически активна, по крайней мере, в течение последнего миллиарда лет. А, возможно, Церера активна и в данный момент. На земном небосклоне Церера имеет слабое свечение, а ее видимый диск очень мал. Из-за чего первые детали на нем удалось разглядеть только в конце 20 века с помощью орбитального телескопа Хаббл. На поверхности Цереры можно различить несколько светлых и темных структур, которые предположительно являются кратерами. Самое яркое из них имеет название пьяцци. Возможно, это пятно представляет из себя кратер, обнаживший ледяную мантию или криовулкан. Дальнейшие наблюдения объекта в инфракрасном диапазоне показали, что средняя температура поверхности составляет 167 Кельвинов или минус 106 градусов по Цельсию. А благодаря исследованиям карликовой планеты в диапазоне радиоволн было установлено, что поверхность Цереры довольно гладкая за счет высокой эластичности ледяной мантии. До 2015 года единственным способом изучения Цереры оставались телескопические наблюдения. В январе 2014 года с помощью инфракрасного телескопа Гершель вокруг объекта были обнаружены облака водяного пара. Таким образом, Церера стала четвертым телом Солнечной системы, на котором зафиксирована водная активность и встала в один ряд с Землей, Энцеладом и Европой. Самым важным этапом в изучении карликовой планеты стала миссия IMS Dawn, которая была запущена в 2007 году. Побывав на орбите астероида Веста, Dawn отправился к Церере. И 13 января 2015 года он сделал первые подробные снимки ее поверхности. 8 февраля аппарат находился уже в 118 тысячах километрах от данного объекта, приближаясь к нему со скоростью 360 километров в час. 18 и 25 февраля 2015 года НАСА опубликовали детальные снимки этой карликовой планеты, на которых видны два ярких белых пятна. В этих точках впоследствии удалось распознать вероятный карбонат натрия, то есть соду. Затем, 6 марта, Dawn вышел на орбиту Цереры, откуда проводил исследования в течение следующих 16 месяцев. И за этот период ему также удалось получить самое качественное на данный момент изображение таинственных белых пятен. Миссия аппарата завершилась 30 июня 2016 года. И данные, которые он получил, помогли уточнить массу и размер Цереры, а также обнаружить прямые свидетельства того, что на поверхности карликовой планеты есть вода в виде льда. И, вероятнее всего, она находится в кратерах. В северной полярной области Цереры найдено 634 таких кратера, а в 10 из них имеются залежи яркого материала. При этом в одном из них спектроскопически подтверждено образование льда. В спектрах, полученных в 2015 году, вода отсутствует. Однако видна полоса гидроксила OH и несколько более слабая полоса аммония. Скорее всего, это аммонизированная глина, в которой вода связана химически в форме гидроксила. Также на основании данных, полученных аппаратом Доун, было сделано заключение, что малое по сравнению с ожидаемым число крупных кратеров свидетельствует о том, что поверхность подвергается постепенным изменениям. В результате всех наблюдений было выявлено, что вероятнее всего Церера на 20 или 30% может состоять из водяного льда. Кроме того, в состав поверхности могут входить и различные гидротированные вещества, а также карбонаты, богатые железом глинистые минералы. При этом у Цереры так и не было обнаружено спутников. И наблюдение телескопа «Хаббл» подтверждает тот факт, что даже если они есть, их размер не превышает 20 километров. Однако история изучения этого объекта с помощью аппаратов не закончена, и в 2020-х годах Китайское национальное космическое управление планирует доставить с поверхности карликовой планеты образцы грунта. Нередко Церера ассоциируется с другим крупным объектом в поясе астероидов. Его название – Веста. И среди всех известных нам астероидов это небесное тело считают крупнейшим по размеру и массе. При этом Весту даже можно рассмотреть невооруженным глазом с поверхности нашей Земли. Её размер равняется 578 на 560 на 458 километров. Если бы асимметрия формы этого небесного тела была бы чуть меньше, то, согласно уточнённой классификации тел Солнечной системы, её также следовало бы отнести к классу карликовых планет. Суммарная масса Весты и другого крупного астероида Паллады в два раза меньше, чем масса Церера. Однако Веста на 25% тяжелее Паллады. Температура на поверхности данного объекта колеблется от минус 106 до минус 3 градусов по Цельсию. А вот их совместный с Церерой снимок, сделанный марсоходом Curiosity в 2014 году. Несколько десятков лет назад такой объект, как Церера, являлся настоящей загадкой для учёных. Однако сегодня мы с большей уверенностью можем говорить о её строении, составе и истории формирования. А теперь я хотел бы задать вопрос вам, дорогие друзья. Как вам это видео и про какие малоизвестные объекты нашей системы вы бы ещё хотели услышать? Подобные небесные тела скрывают в себе множество неизученных фактов, и нам будет очень интересно про них рассказать. Я надеюсь, что вы оцените эту работу своим лайком и подпиской и поможете нашему каналу расти. Так как впереди нас ждёт всё самое интересное. И услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok